История повторяется каждый год, она и будет повторяться. Квартиры ремонтировались, ремонтируются и будут ремонтироваться. И почему мы не показывали вам достаточно давно павильон сферосветов? Да очень просто. Дело в том, что к концу летнего сезона как раз-таки все пытаются в квартиру заехать. Ну и что остается? Повесить, пожалуй, люстру. Так вот сейчас то самое время, когда сюда необходимо приехать, потому что довезли новый товар в огромном ассортименте. Давайте зайдем, посмотрим. Да это и правда. Продавать в конце зимы, весною и в начале лета световые приборы это не сезон. А вот август-сентябрь и понеслось. А до этого хозяин сначала провел в Китае месяц, а затем ждал прибытия самого дешевого света. В смысле самых дешевых светильников из страны практически восходящего солнца. Вот мне говорят, что мы самые умные. Нас 175 миллионов. Это население России, да? А в населении Китая 2 миллиарда человек. Даже саму пропорцию взять, то есть если, допустим, на российский рынок выпустить 10% действительно самых умных людей, сколько этих китайцев получится. Поэтому мы не скрываем, что здесь в повелении сферы света хороший, качественный китайский товар. И при этом, помните из истории, китайцы были мастерами в нескольких вещах. Они построили самую большую стену, устраивают великолепные фейерверки и очень прутся по всяким светильничкам. Поэтому вот кто и есть законодатель мод, так это Китай. Вах, красота! Это такие люстрочки, конечно, не для маленькой квартиры, а вот, допустим, для моих потолков, да? Но даже и в маленькой квартире, если вам не 2,20, да, можно такие повесить. Потому что поменять очень легко лампочки-то. И в действительности светильники здесь есть для самых различных потолков, квартир, офисов и прочих помещений. Вопрос в другом. Ассортимент и последние веяния моды. И еще раз про Китай. Это сегодня центр всех культур и модных течений. Если даже вас где-то лечат Европой, то не факт, что под Европу не впаривают Китай. Из житейских наблюдений. Люстра висит, как правило, на некотором удалении от возможности пощупать. В сфере света вы можете найти аналог того, что где-то есть очень задорого. Но разницу-то никто толком не заметит. Ну, понятно, да? Вы экономите в разы, но понт-то остается. А разницу в деньгах можно и потратить с толком. Вот, кстати, кто вам сказал, что в квартире вам необходим выключатель настенный? Вам просто необходим провод к люстре. Потому что есть дистанционно управляемые агрегаты. То есть здесь еще не все лампочки, а можно накомбинировать. Такой суперсвет, что люди просто задумываются, как это все сделано. Ну и, естественно, надоела эта люстра. За весьма скромную сумму, там, 6 тысяч с небольшим, на следующий год повесили новую. И уже квартира-то по-другому смотрится. Да это то же самое, что строить перестановку. И мозги по-другому работать начинают, да и на душе веселее. И тут, понимаешь, суть беззаботных итальянцев, раз в год выкидывающих старье. Ну, выкидывать-то люстры и не надо, они на даче пригодятся. А если на даче нет желания городить потолочную проводку, то можно ограничиться более грамотным вариантом. Вообще, я познакомился с павильоном «Сфера света» в конце прошлого года. Дело в том, что, ну, не успел я полностью оборудовать свою квартиру. И крепко почесал, подумал, что-то я, наверное, забыл в этой жизни. Помнишь, когда-то у меня стоял замечательный торшер. В результате, в результате комната заработала, хотя потолок я еще там не закончил. То есть, торшерчик. Вот. Ну, и попросил привезти что-то очень уникальное. Ну, вот он, очень уникальный торшерчик в виде живых цветов. Торшер. Стоит 4500 рублей. Ну, и подошли мы к самому дорогому, скажем так, экспонату. Люстры под мрамор. Ой, простите, под бронзу. Ну, ладно. А что-то такое. Вот когда-то я заходил в крупнейший магнитогорский светильниковский центр и видел. И думал, какой-то дурак может повесить себе люстру в 50, 60, 70 тысяч рублей. Когда она здесь в 5 раз дешевле. Ну, и есть вообще-таки очень-очень-очень прикольные штучки. 3500 рублей. Кстати, хрусталь и прочие очень модные светильники, и это тоже в огромном ассортименте. И про моду. Сегодня в моде шары и все, что круглые. И что на это повлияло, для меня далекого от мода непонятно. Возможно, это кубок Европы по футболу, а может быть еще что-то. Но круглого в этом сезоне много. И вот хожу я здесь по сфере света и думаю, что-то я раньше-то, прежде чем начать ремонт, сюда не заглянул. Потому что можно было накомбинировать, конечно, и тем более потолки позволяют, повесить настоящую хрустальную люстру. Длиной примерно метр двадцать. А можно и что-то еще веселее. Вообще люстры всегда были показателем достатка. То есть, если у тебя висит шикарная люстра, то, как правило, дальше на потолок ты не смотришь. Значит, деньги есть. Но сегодня люстры это очень доступно. И вот, представляете, хрустальная люстра за восемь тысяч рублей. Вам предлагаю просто съездить по всем магазинам, которые торгуют света, в любой павильон. А потом сюда, на рынок на автомобилистов приедьте. Конечно, ничего, что сегодня немножко так жарковато. Но зато душа охладевает от того, что не вижу больше таких зажигающих цен. Ну и 30 секунд калькуляции. Сложный натяжной потолок выкатывает в 25 тысяч. Лепим туда еще 20 точек. И это еще плюсом червончик. Просто тянем самую простую, можно и цветную пленку. И за 6 тысяч рублей вешаем дистанционно управляемый космос. Выгода в двадцатку минимум. И это с одной комнаты. С трехи хватит и на отвязный отдых по полной программе, если что. Да это, наверное, экономически выгодно делать простой потолок. Дело в том, что в 2-3 уровня, это минимум 25 тысяч. Вы повесили просто наверх. Если есть такие деньги, то пожалуйста. Потом, ну, туда включаются светильники точные. Тут маленький косячок возникает. Дело в том, что большинство из электрофурнитуры, ну, в смысле, плафоны, они китайского производства. И, как правило, плохо контактят. Ну, пока еще R8 светильников нет у светодиодных, достойных. Поэтому надо сильно-сильно подумать, стоит ли потолочек в светильнике вешать и попадать на бабки. Гораздо проще будет сделать такой обыкновенный потолочек. Или можно его вообще не делать с дырками. Хотя люстры вы видели здесь какие, да? Хотите, ну, чтобы очень круто и очень дорого, есть такое. А есть и то, что и круто, и дешево. Тоже есть. Но если же вы предпочитаете боковой свет, ну, то есть, бара или батаршеры, ну, сами видели ассортимент. То есть, теперь понятно, что можно сделать недорого и очень-очень красиво. Потому что в Магнитогорске здесь на авторынке на автомобилистов есть павильон сферы света.